Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границе. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня медиаменеджер, предприниматель, владелец газет «The Moscow Times», ведомости и агентства «Ясно Коммуникейшн» Демьян Кудрявцев. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам, также звоните из-за рубежа, код плюс 371, напишите в WhatsApp 230-6191. Вас называют одним из основателей русского интернета, и вы в одном из интернеров говорили, что «золотой век» интернета, обозначили его с 1096 по 2006 или 2005. Вот как вы оцениваете те условия, в которых сегодня интернет существует, в которых ему приходится, может быть, существовать? Смотрите, дело в том, что я считаю российский интернет или российский интернет ничем специальным. Как вы же не говорите о судьбах бумаги, когда рассуждаете о газетах. Интернет – это транспорт, это такая вещь, в которой нет собственных свойств. Интернет, соответственно, она равна месту, в котором она находится, и тем медийным, и политическим, и человеческим отношениям, которые в этом месте существуют. В этом смысле китайский интернет такой, как Китай, российский интернет такой, как Россия, а весь остальной интернет такой, как то место, где он находится. И действительно, со времен «золотого века» русского интернета произошла большая эволюция того места, в котором он находится. А он как-то пристраивается, адаптируется. Мы же понимаем, что между подпольными записями Высоцкого или Гребенщикова и звукозаписывающей индустрии Америки в 80-е тоже была большая разница. Ну вот приблизительно такая. Какая страна, такие перорезы. Ну вот говоря об эволюции, вы как раз тоже говорили в одном из своих интервью, что до 2003 года интернет развивался, как Вы сказали, невероятными путями, и как бизнес, так и как среда обитания. А далее произошла определенного рода стагнация или ограничение? И что этому способствовало? Ну, этого есть не фактические факторы. Просто он стал большим, у него стали приходить большие деньги. И свобода развития его, как некоторой креативной среды, стала быть ограниченной сначала корпоративными требованиями, потому что большие деньги приносят большие правила. А потом к большим деньгам приходят большие политики и приносят свои ограничения. И так постепенно все и ограничилось там, где оно находится. Это не всегда злой умысел. Это иногда просто взросление. То, что Вы можете делать в 10 лет, Вы не можете делать в 20. Но в то же время сейчас в Рунете, по крайней мере, говорят о том, что Ютуб – это такая территория свободы, где можно делать то, что нельзя делать на телевидении. Вот насколько Вы согласны с таким определением? И Ютуб может в этом смысле составить конкуренцию классическому телевидению? Да уже давно составил всем конкуренцию. Просто проблема в том, что для кого ничего нет нового. Поймите, вы просто не очень это помните, но смысл составил следующим. Вот в 80-е годы люди моего поколения не смотрели «Утреннюю почту». И там кто-нибудь выступал, а мы его не знали. Мама говорила, ну как же ты не знаешь, его же показывают все время по телевидению. Но мы слушали какие-то записи Петербургского рок-клуба, Ленинградского тогда. Их, наоборот, не знали наши родители. То есть он, безусловно, может заменить, и уже полностью заменил, но в разных стратах, в разных средах, в разных поколениях это происходит. Не только, между прочим, с точки зрения молодые и немолодые, а может быть столицы регионы, может быть обеспечены или не обеспечены. Не знаем, по-разному. А на самом деле это гораздо более сложные страты, они сложным образом устроены. И для некоторых типов людей и их поведенческих моделей, как бы, у телевидения уже нет, вместо него есть Ютуб или не Ютуб. Сегодня Ютуб, а завтра любое другое, как бы, свободное видео-он-демант, добавляемое по IP-сетям. Думаешь, Ютуб, сколько мы пережили разных брендов. Вот сегодня Фейсбук или там уже ТикТок или Снэпчат, а вчера был Майспейс, а поза вчера ЖЖ и так далее. Поэтому в этом смысле не так важно, что Ютуб. Важно, совершенно очевидно, что интернет, как инфраструктура, может передавать видео. И передавать его даже может в реальном времени, что важно для новостей и репортажей. Да, может. И да, это когда-нибудь всех победит. И да, это уже кого-то победило. Но является ли само по себе это залогом коммуникационной свободы, свободы слова и политической свободы общества, нет, не является. Вот вы сказали об ограничениях. У вас на странице в Фейсбуке есть пост, посвященный одной из последних российских новостей. Там высказывание члена Общественной палаты России Павла Пожигайло о том, что нужно запретить театр и английский язык. И вот я процитирую, что вы написали. Читатель спрашивает, если, в кавычках, театр замена литургии, как утверждает Пожигайло, то, может быть, запретить не театр, а как хочет Пожигайло, литургию. Хочется ему ответить, что запретить нужно Пожигайло. Хотя, конечно, это неправда, запретить нужно запрещать, вы написали. Насколько так называемый запрет на то или иное действие или функцию в России поддерживается населением страны? Вот как вы это видите? Знаете, я ничего не знаю о населении страны. Я термин-то такой не люблю население. Какой-то взял это насильник там всех. А общества в России никакого нет. Точнее, есть сто разных обществ. Какие-то поддерживаются, какие-то не поддерживаются. В большинстве своем общество поддерживает власть, потому что Российское общество в целом любит публично соглашаться с властью. Но ведь большая генетическая память, что так, в принципе, спокойно. Здоровее и, возможно, безопаснее. С одной стороны, с другой стороны, Российское общество не любит никаких запретов. На самом деле, внутри себя запретов оно не любит. И никто из запрещавших что-либо не является настоящим носителем этого запрета. Глубокой идеологии, глубокого религиозного чувства в российском обществе нет. И даже в его отдельных представителях. По-настоящему, статистически, как бы, значимо его нет. Нам не нравится, что исламский фундаментализм многое запрещает. Но исламские фундаменталисты, конечно, с исключением, хотя бы сами соблюдают то, что они запрещают. Так, ну, в принципе, свойственно. Религиозные евреи тоже большие любители что-нибудь запретить. Но, в принципе, они это соблюдают. А с российским консервативным запретом, вот таким, патриархальным, это всегда запрет кому-то другому. И никто из реально что-либо запрещающих массово это не соблюдает. Поэтому это, надо понимать, что это решение каких-то других политических, имиджевых проблем, задач, которые ставят перед собой эти люди. И все эти задачи, на самом деле, сводятся к одному, выслужатся перед кем-нибудь. Так, как они это понимают. Так, как им кажется, что это работает. На самом деле оно так не работает. И поэтому такие танцы, которые все исполняют, они очень ритуальны. Никто на них, на самом деле, внимания не обращает. Ни один существующий, сегодня за последние 15 лет принятый культурный запрет не исполняется, и никто даже не относится к нему как к таковому. Относится к нему как к некой формальности, которую надо обойти. Ну и они обходятся некоторым образом. То есть история с телеграмом – это попытка запретить мессенджер, которую предпринимали, за этим наблюдали не только в России, но и за границей. Такая гонка, когда Роскомнадзор гонялся за телеграмом. В общем, все это закончилось тем, что телеграм, как я понимаю, существует весьма успешно. Это тоже такой ритуальный танец? Конечно. А кроме того, это еще прекрасная вещь, у нас с ритуальным танцем становится все, что не получилось. То есть некоторые вещи изначально планируются как ритуальным танцем, а потом некоторые вещи изначально планируются, но вдруг пройдет. Ну не пройдет, ну хорошо. Ну значит будет ритуальный танец. Ну вот смотрите, например, нас запретили иностранцам владеть СМИ. Ну, про себя-то я вообще не говорю, но как бы бурда по-прежнему принадлежит бурге, а конденаст по-прежнему принадлежит конденасту. А как что там записано, никого не волнует, потому что это ритуальные танцы. Они нужны ритуальные танцы для того, чтобы кого-то отдельного можно было бы схватить за пуговицу. Как бы кого-то конкретного. Мы запретим всем пользоваться телеграммом, а потом введем уголовное наказание за пользование телеграммом. Но это не для того, чтобы посадить 60 миллионов человек, которые пользуются в России телеграммом, а для того, чтобы иметь возможность посадить того одного, которого нам в этот момент надо. Его больше не за что, поэтому мы его посадим за возможность, за то, что он пользуется телеграммом. Это такой, как бы, это танец, а внутри этого танца есть еще такое избирательное право, которое в процессе его рождается. Ну, с другой стороны, общество также к этому относится. Оно бы, в принципе, согласилось, чтобы сажали и без повода. Ну, в том смысле, что если договорились, что только очень немногих и очень врагов, ну, тогда, в общем, собственно говоря, и статья про телеграмм не нужна. Вы так посадите, увозили же ночью в известные годы. Никто же не спрашивал, по какой статье. А история с законопроектом о суверенном интернете, вот, на ваш взгляд, это что и это для чего? Да я вот только что вам это описал. Это не что и для чего, это много разных людей, каждый для своего. Кто-то хочет заработать денег на оборудование, которое будет этим заниматься. Кто-то убедил какую-то часть власти, что это позволит нам контролировать информационные потоки. Мы будем знать, где сыграются бунтовщики или, наоборот, террористы. Кто-то убедил власть, что это как глушилки в советское время. Вот они будут вещать на нас свои западные голоса. Но теперь это не голоса, а провода. А у нас будет суверенный интернет. Вот, бац, и не будем от этого зависеть. А еще они, не дай бог, влезут в наши банки и в наши военные кого-то. И суверенный интернет нас от этого защитит, от того, что они влезут и так далее. То есть много разных, плохо связанных между собой, разных лоббистов и клик своих, аргументов на эту тему. Разбираться в них не очень скучно. У нас звонок, примем его. Здравствуйте, шеф-зал. Добрый вечер. Да. Еще не вечер день. Да, слушай. Вот вашему, значит, хочу Хазину, или как его, Дмитрию, да, сказать. У нас на прямой связи сегодня Демьян Кудрявцев, да. Кому вы звоните? Расскажите мне, какая разница, я передам. Да, вы на радиоболтком дозвонились. Да, давайте вопрос. Да, так сегодня там Хазин или Ак-Пастор у вас? Нет. Сегодня у нас Демьян Кудрявцев. Вчера у нас был Хазин. 672-12-93-9, 672-13-93-9, телефон на прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы, пишите по WhatsApp 230-6191. Вам, как владельцу ведомости, в том числе, приходится каким-то образом взаимодействовать? Ну, или, может, взаимодействовать не с тем, правильное слово, контактировать с властью нынешней российской? Или, как не владельцу? Вот выходишь на улицу, и буквально все время начинаешь контактировать с какой-нибудь властью. То участковый, то депутат моего района, в муниципальную думу и так далее. А как с ними не контактировать? Они же, во-первых, везде паркуются, очень трудно не контактировать с ними. А во-вторых, ну, конечно, как можно в России заниматься бизнесом, совершенно не обязательно газетным и с кем-нибудь не контактировать. Особенно, если занимаешься им 25 лет. Особенно, если до этого это тоже были всякие крупные медиа-активы. Приходится ничего страшного в этих контактах, нет как таковы. Более того, я вам скажу, что, как сказать, глава Аксель Шпринглера тоже контактирует с немецкими контактами. И Руперт Мердек с американцами. И они с чем-то контактируют. В самих контактах нет ничего плохого. Ну, вот говорят и рассказывают о планерках, которые проводят в администрации президента, на которые приглашаются главные редакторы, ну, главных или влиятельных СМИ, на которых дают указания. Вот приходилось ли вам бывать? Это не так. И что там вообще происходит? Это не так. Формально это, на самом деле, устроено следующим образом. Государство приглашает на свои планерки руководителей государственных СМИ. Имеет право, я не работал никогда в государственных СМИ, ничего про это не знаю, меня никогда никуда не приглашали. Есть отдельно встречи государства с общественно важными СМИ. Они происходят не в администрации президента и не раз в неделю, а хорошо, если раз в год. Когда обычно президент Путин или иногда премьер приглашает в гости медиа-отрасль. Медиа-отрасль там как-то приезжает и чего-то говорит. Или наоборот, чего-то слушает. Как бы индустриально. Обычно она борется за НДС или против НДС в этот момент. Больше ни на что нашей отрасли не хватает. Ну, это как бы другой формат. Третий формат, там, не знаю, Медиа собирается между собой и зовет наоборот кого-нибудь из вас, придержащих, чтобы что-нибудь понять. Ну, обычно представители Минсвязи или там самого Министра связи, или там помнят зам администрации президента по коммуникациям и прессе, и медиа, и так далее. В общем, бывают такие форматы. Но то, что известно, как кремлевские планерки, когда-то они проводились каждую неделю, в них участвуют только государственные СМИ. Ну, а если СМИ очень важные, то сначала дело государственным, а потом оно начинает участвовать. Но этого всего не было в моей судьбе никогда, поэтому я не участвовал. Ну, вы сказали, что как гражданину вам, в том числе, приходится контактировать с властью. Ну, если говорить о таком распространенном мнении о том, что власть в лице Путина, Путин хороший, а вокруг чиновники, они плохие. Вот насколько часто вам приходится встречаться с этим, и что можете сказать по этому поводу? Сколько часто мне приходится встречаться с этим мнением? С этим мнением, да, в обществе. Такое сакральное отношение к президенту России существует, на ваш взгляд? Нет. Ну, то есть, наверное, где-то существует, я там не хожу. Ну, безусловно, Путин гораздо умнее многих людей из его окружения. И этим же и глупее, потому что умный человек окружает себя еще более умными людьми, а не теми, кто слушается. Но, с другой стороны, с годами это меняется, с возрастом и с длиной пребывания у власти хочется уже, как бы, умный осам, знаете, как Жваневский говорил, а хочется исполнительных. Исполнительные обычно поглупее. Ну, как бы, там разные... Дело не в том, что люди про это думают, дело в том, что это действительно очень по-разному устроено. И оно устроено в разные годы по-разному, нет никакого одного Путина. Путин сейчас, и Путин 10 и 20 лет назад, это разные люди. И я надеюсь, что и вы тоже. Вот вы сейчас, 10 лет назад, это разные люди. Ну, и Путин не исключение. И я не исключение будете сприняться. А уж люди, которые его окружают, просто, как бы, они еще и меняются все время. Они выполняют всяческого своего разнообразия. Среди них, конечно, много людей глубее Путина, потому что... Это несложно быть глупее Путина, он не дурак. Вот. Ну... Возможно, люди умнее Путина там тоже есть. Но они хорошо шифруются и прячутся на всякий случай. Потому что боятся, может быть, даже не Путина, а своих соседей. По столу. Или там, по кабинету. Или по этажу. Вот. Короче говоря, это не из то, что... Ведь умные или глупые, это не так важно. Вот есть история, свойственная русскому народу, про царь хороший, а бояре плохие. Она действительно отдельно существует. И существует и сегодня. Но она существует в основном в регионах. Где есть двое противорствующие тенденции. Одна говорит о том, что вот наш тут гад, губернатор и вор. А где-то есть правда. И вторая. Наш тут все понимает, но в Москве сволочи, которые далеки от нашей простой жизни, его заставляют. И вот эти две волны мнений, когда сталкиваются, они как-то вычленяют из себя Владимира Путина. И получается, что в Москве все гады и нашего нас обижают. И им на руку играет наш вор-губернатор. Ну и чтобы хоть кто-нибудь был хороший, то это хороший я личный, страдающий рабочий человек. Где-то там будет. Вот, как бы, я работал гадить коммерсантов. И там был такой очеркист. Есть, собственно говоря, Андрей Иванович Колесников. Вот. И у него были очень популярные очерки. Иногда он в них ругал Путина, чаще хвалил Путина. Ну, в общем, обозревал, как устроена жизнь Путина. Практически ежедневно в какой-то момент. И рецепт успеха этих статей был очень легко считаем. Мы изучали это. Дело в том, что человек, когда читал эту колонку, не все были дураки. Вот вообще все. Ей было три умных человека. Путин, Колесников и читай. Вот. Это такой вот как бы задоволок. Все остальные сразу могут быть дураками. Не значит, что так на самом деле. И даже не значит, что так люди думают. Просто в этот момент, в момент, когда ты сталкиваешься с какой-то проблемой, так думать выгоднее. Что есть кто-то, во-первых, кто может ее решить. И кто может тебя защитить. И есть ты сам, который можешь ее решить. А если она до сих пор не решается, то кто-то в этом виноват. И в этом виноваты, ну, по сути дела, все, кто между тобой и тем, кто может решить. То есть между тобой и президентом. Почему все пишут письма президенту? Не только потому, что у нас авторитарная власть. Она же такая вертикальная, такая пирамидальная, что, может быть, он как раз уже и не может ничего решить. Ну, в связи с тем, что он все время говорит, что он не представитель иерархии, а представитель иллюзий. То люди все время туда как-то отсылают. Это не вопрос сакральности. Это вопрос, ну, какого-то тотального одиночества нормального русского гражданина. Он не с кем пообщаться. Вот Путин, он все время ищет кого-нибудь наверху, с кем пообщаться. А Путин наверху, у него только Ганди был. И Ганди закончился. И всем одиноко уже. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Программа «Абонент» доступен. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Это программа «Абонент» доступен. В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня медиа-менеджер и предприниматель Демьян Кудрявцев. Здравствуйте еще раз. Добрый. Телефон на прямом эфире 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам, также пишите в WhatsApp 230-6191. Ну вот Путина называют выходцем из 90-х. Петр Авин написал книгу «Время Березовского», в которой вы тоже, ну он вас интервьюировал, и вы эту книгу раскритиковали очень жестко. Вот на ваш взгляд, 90-е – это не время Березовского все-таки? Как вы вообще воспринимаете книгу Авина, кстати, ее название? Очень много разных слов в одном вопросе. Значит, Путин, конечно, не человек 90-х. Березовский, конечно, человек 90-х. Книга Авина плохая. Что там еще было, я забыл. И как ее название, кстати, «Время Березовского»? Ну вы уже, в общем, сказали, что это время. Ну, название отличное. Любое название, которое продает книжку, пусть будет. Ну, ничего страшного. Авин очень нуждается в успехе писательском. Все время пытался доказать, что он не только банкир. Хорошее название, продает хорошую книжку. Обложка тоже хорошая. Фотография прекрасная Саши Гусова на обложке. Всем рекомендую. Ну, вот как раз вы сказали о том, что в моем вопросе было много слов. Такой небольшой хаос, который, в общем-то, свойственный 90-м годам. Веллер называл их лихими. На ваш взгляд, все-таки из этого хаоса, ну вот Путин появился из этого хаоса, или все-таки там была некая система? Как вы считаете? Ну, смотрите, это же на эту тему нет однозначного и сослагательного ответа. Совершенно очевидно, что после смены устоявшегося образа жизни, который все хотели поменять, возникает необходимость отката, возникает необходимость компенсации за дискомфорт, связанный со сменой образа жизни. Даже если этот образ жизни был как бы отвратителен, ненужен, ужасен и так далее, все равно он был понятен, захищен, привычен, к нему прошла наша молодость или чья-то. И рано или поздно его смена приведет к тому, что какие-то люди, и много, возможно, таких людей, а если эта смена проведена была бездарна, то очень много таких людей будут испытывать какую-то ностальгию или какую-то необходимость в откате в этих реформах, и в этом времени, и в этой стилистике. И это произошло во всех странах. Практически во всех постсоветских и постсоциалистических странах в той или иной мере это произошло. Значит, соответственно, за этим есть некоторая закономерность, как мы видим, подтвердившая себя в некоторых странах, проявившаяся больше, в некоторых странах, проявившаяся меньше. Она абсолютно предугаданная была бы, то есть, ну, как бы, любой человек понимал бы, что после реформы наступает некоторая похмелье, и в это похмелье все хотят, как позавчера, и к этому тоже можно подготовиться разными способами. И не потерять на этом похмелье путь вперед, так сказать, а не начать разворачиваться в другую сторону. Но совершенно очевидно, что общество хотело относительного консерватора, общество хотело, как бы, возврата к некоторым советским элементам. И все это обществу надо было дать, но также было совершенно очевидно, что общество не хотело назад Советский Союз. Ни национальности не хотели, ни регионы, ни люди, заработавшие деньги, ни даже люди их потерявшие, ни люди, приучившиеся говорить, что хотят. Никто в Советский Союз не хотел, но как-то хотелось чуть причесать это дело. Ну вот, как бы, все пошли к цирюльнику, а он, честно, чтобы подровнять виски, ну, в общем, всех фабрик построил, и все побежали бегом. Так бывает, ничего страшного, переживут и это. В каком-то смысле теперь наоборот, после длинного пилда, как бы, такого вот авторитарного консерватизма, который сейчас происходит в стране, набора ограничений, как бы, будет длинное, и когда он, как и советская власть, приведет к тому, что все перестает работать, и окончательно перестанет, вот, после него будет длинное либеральное похмелье. Ну, так, не можем учиться на ошибках, будем развиваться по синусу. В интервью Петру Авину вы говорили о том, что Борис Березовский единственный человек, который обеспечил независимость коммерсанта, генеральным директором которого вы были до 2012 года. Вот какую роль вашей профессиональной, творческой, в том числе, и, может быть, в жизни сыграл Борис Березовский? Борис Березовский был моим близким другом много лет, моим учителем, моим ментором, сыграл огромную роль. Я не думаю, что вашей передачи хватит на то, чтобы эту роль подробно описать. Совершенно неважно, какую роль он сыграл в моей жизни, потому что он вел себя так или иначе не под моим воздействием, или не для этого, да, так сказать. Он обеспечил независимость коммерсанта, просто потому что так об этом думал, так как у него были такие представления об этом. Он, например, не обеспечил независимость Первого канала, да, у него были другие представления об этом. А после этого собственник коммерсанта поменялся, надо сказать, что я при Березовском был директором коммерсанта, я думаю, например, месяцев пять. Поэтому потом был другой собственник коммерсанта, и все так же был коммерсант прекрасно независим. А потом в один день взял и перестал быть независим. Мы живем в постоянно изменяющемся, таком, льющемся бетоне, он как бы не сразу застывает. В нем происходят какие-то сначала перетурбации. Также происходили перетурбации с Березовским. Я работал с ним, например, 10 лет, и это были разные люди тоже за это время. Каким сегодня стал коммерсант? Неэтично об этом говорить. Нормальным он стал. Там работают мои друзья, их там гораздо больше, чем в газете «Ведомости» или где-нибудь еще. Потому что я там просто больше работал. И ходил каждый день на работу, а не просто был в сайте директоров. Понимаете, дело в том, что газета ежедневная, как вообще ежедневная медиа. Судебная медиа не льющаяся, а такое дисперсное, которое там, скажем, выходит раз в три часа. Новости на радио или там газета. То есть не ток бесконечный, а вот как бы временные выбросы такие эти самые, но постоянные, например, ежедневные. А может быть много раздневные. Не могут быть лучше страны, в которой они находятся. Это как интернет. Они не могут. Вот журнал ежемесячный. Но вспомните «Советский новый мир» или наоборот, вот сейчас какой-нибудь прекрасный там журнал, не знаю, «Эсквайр Бахтина» и так далее. Может делать вид, что он на облаке издается. И не в том смысле быть аполитичным, а быть даже чрезвычайно ужасно политичным и наоборот оппозиционным или провластным и так далее. Но в каком-то смысле по качеству своего высказывания не быть тем дерьмищем, в котором он находится на самом деле. Потому что есть время превратить его в другой продукт. Есть время осмыслить и обработать эту интернацию. А в новостном текущем режиме, в газете или на радио, где мы запускали радиокоммерсанты, нельзя быть лучшей стороны. И когда мне говорят, почему же из «Коммерсанта» не получилось «Волл Стрит Джорнала», как задумывалось, кстати, из «Видомостей» было. Ну, то есть из «Коммерсанта» должно было получиться, по-моему, «Нью-Йорк Таймс», а из «Видомостей» «Волл Стрит Джорнала». Такая была задумана когда-то. Потому что мы не в Нью-Йорке и не на «Волл Стрите». Вот в этом смысле за эти годы мы стали еще больше не в Нью-Йорке. И поэтому «Коммерсант» сейчас еще менее похож на «Нью-Йорк Таймс». В нем по-прежнему все равно работают прекрасные, чудесные, очень талантливые и в каком-то смысле очень смелые люди, которые таскают эти самые из огня каштаны. А то, что их не всегда публикуют в этом виде на страницах, а иногда и совсем не публикуют, а иногда вместо каштанов публикуют там что-то совсем другое, артишоки, они в этом не виноваты и свою работу они могут делать, продолжать делать в изменившейся ситуации, когда ситуация снова поменяется, снова так же хорошо. Другой вопрос в том, что никакого по-настоящему сломанного хребта, как газета «Известия», где традиция не соблюдена и люди другие уже, и не нужны те, и вот этого в «Коммерсанте» не произошло. «Коммерсант» просто перестал быть таким лихим, каким он был раньше, но и время немножко изменилось, он снова может быть лихим. Вопрос к тому, что к тому моменту, когда он сможет снова быть лихим, нужны ли будут такие медиа вообще, это неизвестно. Мне, по крайней мере, может быть, нет. Но если они будут не нужны, такие как «Коммерсант», то такие как «Ведомости», несмотря на то, что мы совсем другие, независимые, ужасно-оппозиционные, бла-бла-бла, тоже будут не нужны. Потому что потребность в том или ином поведении, в том или ином чтении, в том или ином получении новостей, аналитики и так далее, она же не зависит от того, левый мы или правый. Дальше это уже второй порядок. Сначала ты должен вообще хотеть читать газету по утрам, например, не знаю, а уж потом эту или другую. Если люди не будут читать газеты по утрам, вот это вот квантовое потребление отработанной, редакционной, как бы такой летучки продукта, который вот собран кем-то специально, под тебя не уйдет, то в этом смысле не важно, одинаково уйдет российская газета, «Коммерсант», «Ведомости» и все остальное. А если выживет или переродится куда-то, то интонация и способ, которым коммерсант понимает этот мир, в минуту, когда можно будет свободно это пересказывать дальше, в полной мере, будет востребовано. Ничто в России так не востребовано, как настоящее знание, как тайное знание и ирония одновременно. Вот. С тем, что коммерсант построен был на том, что у него есть некое тайное знание, эксперты коммерсанта сообщают, вот это вот, что это переводит. Значит, вы не знаете, я знаю. Вот. И как бы Попов велел мясу дешеветь, а мясо не хочет. Вот как бы тайное знание и ирония всегда будут востребованы в российском обществе, просто неизвестно, ну, или будут для этого газеты и сайты, или это как-то будет существовать иначе. Будут сидеть там, например, вокруг костров и рассказывать друг другу анекдоты. У нас много звонков. Примем еще один. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Владимир. Да, Владимир. В 98-м году осенью президент Медведев поблагодарил западные СМИ за хорошую учебу, как вести информационные войны. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, чему сейчас могли бы наши СМИ, я имею в виду латвийские, эстонские, литонские и вообще западные СМИ, поучиться у вас в российских СМИ. Как они говорят сейчас воины газетные и все прочее, фейковые новости и все прочее. Ну, сейчас, кажется, они так этого все боятся, новостей из России, которые они освещают действия и западных СМИ. Да, спасибо вам. Вот об информационных войнах, по которым радиослушателям хочется спросить. Во-первых, есть ли эта информационная война, на ваш взгляд? Ну, сыграясь какая-нибудь информационная война, иногда несколько. Медведев в 98-м году ничего такого не говорил, давайте начнем борьбу с новостями, с исправлением ошибок. В 98-м году Медведев, если что-то и говорил, то его никто не слышал. Роль его была очень маленькая, работал он в отыскном холдинге «Илимпалп» в городе Санкт-Петербург. Вот. Говорить он что-нибудь мог в 2008-м году, став президентом Российской Федерации, но это тоже небольшая разница, его и в это время тоже плохо слышали. Вот. Поэтому что он имел в виду, не помню уже я, еще 10 лет с тех пор прошло, как мы понимаем. И все это не надо воспринимать всерьез. Потому что постсоветский человек, а латышский человек, к сожалению, тоже постсоветский, приношу сразу свои извинения, он же не так устроен. Он же, понимаете, он как бы он же знает, что все, что ему говорят по радио, пишут в газетах, на телевидении, все вранье. Он убежден в этом, даже когда оно правда. При этом ничего другого он все равно не знает. Ну, потому что откуда ему что-нибудь другое знать. Ну, как же с интернетом там и так далее. Вот. Он, конечно, не верит соседке, но соседка же единственная, кто расскажет ему, что на самом деле сегодня говорили на базаре. И так далее. Ну, постсоветский человек, это человек, как бы у него двое мысли. Как у героя Форуэлла. Он знает, что все врут, а ничего другого он тоже не знает, поэтому это тоже повторяет, воспроизводит. Его нельзя ничему научить. И как бы людям, которые делают латышские медиа, я много времени провел в свое время в Латвии, даже инвестировал в свое время в латышские медиа, они гораздо, они с одной стороны к всему этому, что умеют и живут, в чем россияне, они все это умеют и все это знают, и ничем от них не отличаются. А с другой стороны, они все-таки живут в обществе, которое устроено сегодня немножко по-другому, в силу институтов. Он надлежит к другой институциональной модели. Поэтому не дай бог им чему-нибудь учиться. Не надо, то есть лучше все будет хорошо. Зачем вам уже как бы учиться, как выживать в цензуре? Вам уже не пригодится, я надеюсь, это знание. Вот. Зачем вам учиться, как зарабатывать деньги на полностью упавшем рынке, который упал из-за того, что ваше правительство посвятило время, там, не знаю, войне с соседями вместо того, чтобы развивать экономику. Какое из этих, как бы, умений, которым вы можете научиться, вам пригодится в жизни? Надеюсь, никакое. Не тратьте время. Вопросы с Фейсбука. Алексей спрашивает, процитирую, хочет ли Демьян Борисович запустить медиапроект для европейских, русских, аудитория которых насчитывает около 5-6 миллионов человек в странах ЕС. Может ли такой проект быть коммерчески успешным? Нет, не может. С одной стороны. С другой стороны, любой проект в интернете, который ты запускаешь, он проект для всех, кто умеет читать по-русски и интересующихся твоей тематикой, содержанием и так далее. В газете, ведомости, да и в коммерсанте от 12 до 20% лидершипа составляли европейские, очевидно, русскоязычные люди, вряд ли они читали с переводчиком. Наверное, что-то было интересное, я рад, что мы работаем для них. Никакой специфичной аудитории они не создают одной. Берлинцы это одна аудитория, Лондон это другая, русские, живущие в провинциальных городах Италии это третья аудитория, никакого продукта для них в этом смысле создать, к сожалению, нельзя. О будущем хочу вас спросить уже под занавес нашего эфира. Вы имели отношение к работам, которые велись по искусственному зрению, если я не ошибаюсь. И что касается передачи ощущений, вы говорили о том, что сидя в глубинке человек сможет почувствовать, ну скажем, то, что чувствует тот, кто покоряет Эверест. Вот не станет ли человечество ввиду таких технологий заложником определенной пассивности, учитывая, что не придется по-настоящему Эверест покорять, а можно будет это просто сидя дома вот как-то ощутить. И сейчас не приходится. 99% людей не покоряют Эверест. Наоборот, их жизнь станет не хуже, а лучше. Они смогут как бы хоть почувствовать, что чувствуют люди, покоряющие Эверест. Ну, правда. Но вот это все эти разговоры уже были. Когда появилось кино, все говорили, ну все, теперь никто никуда не поедет, все будут смотреть в кино. Или, а потом телевидение, ну теперь вообще, теперь даже в кино ходить не надо, все прямо в спальню посмотрите. На самом деле все наоборот. Человеку, если что-нибудь показать, он хочет больше. Человеку, если чего-нибудь принести, он хочет еще и другого. Поэтому, на самом деле, чем больше ощущений и переживаний мы сможем передавать другим посредством новых технологий, и это еще само по себе займет очень долгий процесс, займет много времени, тем богаче эмоционально, духовно, физически и с точки зрения следующих амбиций будут люди в целом. И тем больше возможностей у них возникнет, значит, тем больше желаний у них возникнет. Насколько эти технологии реальны в ближайшем будущем? Вы обязательно отоживете. Будем надеяться. Спасибо вам. Спасибо, что вы нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Демьян Кудрявцев был гостем программы. Спасибо вам. Всего доброго и до свидания.